Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу рассказать вам теорию о Феликсе. Кто он? Человек или неудачная копия Адриана? Феликс является синтимонстром, созданный с помощью талисмана павлина. И это вполне вероятно. Я попытаюсь привести некоторые факты в доказательства. Итак, первое, что приходит на ум, его абсолютная схожесть с Адрианом, что в принципе невозможно появление такой идентичности от разных родителей. То, что Эмили использовала талисман павлина для создания синтимонстра, это вполне логично, ведь в качестве супергероя ее никто не видел. Но то, что состояние Эмили именно вследствие использования талисмана, это абсолютно точно. У Эмили есть сестра-близнец по имени Эмили, отличающаяся своенравным и расчетливым характером. И Габриэль ее явно недолюбливает. Но почему? Может это именно из-за нее, а точнее из-за ее зависти к их семье? Возможно, она не могла иметь детей и всячески демонстрировала свое желание иметь такого же ребенка. Именно этот факт и любовь к сестре заставила Эмили использовать талисман для создания синтимонстра, точной копии Адриана. Это объясняет отношение Габриэля к Феликсу. Кто же такие синтимонстры? Могут ли они быть на стороне добра? Синтимонстры достаточно умны, чтобы принимать самостоятельные решения. Так, например, созданная Майурой копия Леди Баг перешла на сторону героев, имея в руках предмет с перышком. Или Фист, который без приказа мастера сам начал охоту за талисманами, хотя изначально ему была другая команда, а именно принести что-то вкусное для мастера Фу, который также, кстати, завладел посохом с Амоком и стал неуправляемым. Синтимонстр жив до тех пор, пока не сломает предмет с перышком Амоком. Что если тот самый предмет – это кольцо, которое носит Феликс? Если вы заметили, в эпизоде перед битвой с тремя злодейками он снял его, возможно, именно для того, чтобы они не смогли повредить его. Иначе зачем ему снимать кольцо? Другого объяснения я не вижу. А еще одно из доказательств его силы. Адриан со своими бесконечными тренировками не способен на такие выкрутасы. Он бесстрашный, умный, хитрый, расчетливый и очень завистливый молодой человек. Также, несмотря на то, что у него такая же идеальная внешность, как у Адриана, он не имеет ни друзей, ни поклонниц. Не правда ли это очень странно? Также было сказано, что он постоянно проказничал и лишь его отец мог его сдерживать. Я думаю, что это кольцо носил его отец при жизни и мог им управлять. Но если предположить, что не только владелец талисмана теряет силу, но и носитель вещи с самоком, при помощи которого управляют синтимонстром. Обратите внимание на тот факт, что отец Феликса умер примерно в одно время, когда впала в кому Эмили. По мне, так это очень странное совпадение. После смерти отца Феликса то самое кольцо и отдали сыну, после чего он стал абсолютно неуправляемым, но при всем при этом он остался близок к своей матери. Вся его жизнь сосредоточена на кольце, которым владел его отец. Это объясняет его тягу к кольцам. В отличие от обычных детей, его любимой историей был рассказ о таитственных кольцах семьи Грэм де Ваниле. Он видел, как его мама хотела вернуть кольца, которые всегда принадлежали их семье. Но именно теперь, обладая кольцом его отца, он не видел преград добиться всего, чего пожелает. Именно поэтому он поставил перед собой цель заполучить эти кольца, одной из которых ему удается выкрасть у Габриэля прямо с пальца. Возможно, сами кольца хранят какую-то тайну, о которой нам еще предстоит узнать в будущем сезоне. А как ты думаешь, возможно ли, что Феликс – искусственно созданный синтимонстр? Лично я считаю, что очень даже возможно, а это означает, что у Габриэля появился достойный соперник, который, возможно, в будущем вполне может стать новым бражником. В отличие от Габриэля, у него будут не такие скромные желания. До новых встреч! Не забывайте подписываться на канал, ставить свой супергеройский лайк и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новых видео от нашего канала. Пока-пока, мои любимые! Трепещите, жалкие букашки! Теперь пришло мое время!